У меня у самого возникали сомнения, работает ли показанная в интернете антенна, схема антенны на самом деле. Или это все, так сказать, обман и развод. И возникла потребность в интернете, в деревне. Собственно говоря, что мы имеем? Мы имеем обычный модем и единственного оператора, который предоставляет в данной местности интернет. Вот, собственно, он торчит. И вот программа. Что нам показывает? Нам показывает, что сигнал практически отсутствует. То есть его вообще почти нет. Здесь есть такой параметр, как диагностика состояния сети. Состояние сети. Смотрим, что мы видим. Что уровень сигнала у нас очень слабый. 14, минус 85 децибел. Это почти, почти, вот как вы видите, ни одной полосочки, ни одной черточки. Нашел схему. В интернете данной антенны собрал ее сначала, подключил. И у меня ничего не заработало. Потому что я собрал ее на другую частоту, не подходящую именно к этому оператору в этой местности. Ну что, сейчас попробую воткнуть и посмотрим, какой же будет прирост. Долго искать не придется. Можно сразу найти всю информацию о том, как сделать антенну. Но еще раз говорю, что здесь важно подобрать нужную частоту. То есть того оператора, который вы хотите использовать. Интернет, которого вы хотите использовать. Вот я сначала сделал на самую популярную частоту 2100 МГц. Но ничего не заработало. И потом я сделал на 1800 МГц. И сразу, сразу появился результат. Так, вот я ее соединил. Что мы видим? Ничего хорошего. Обновить. Ну вот уже сигнал улучшился. Антенна у меня просто лежит. Я нахожусь, собственно говоря, на чердаке дома, чтобы немножечко повыше быть. И вот у меня появилась полоска. Уже какой-никакой, а сигнал. Да, если еще немножечко антенну поставить, может быть, как-то повыше, поудобнее, то это будет хоть что-то. Хоть как-то. Хоть какой-то интернет. Да, вот появляется стабильная полосочка. И сигнал у нас улучшился. Уровень сигнала 17 и минус 79 децибел. Конечно, это цифры не сильно большие. Но, тем не менее, это хоть что-то. Хоть уже можно выйти в интернет. И у меня есть промышленная антенна. Вот она. Да. Она широкополосная. И теперь я поменяю. Отключу самодельную антенну. Вот она отключена. И подключу, так сказать, промышленную фирменную антенну. Так. Не знаю, вот так ее поставлю. Допустим. И обновить. И что мы видим? Мы видим те же самые показатели, что и самодельная антенна. Также стабильная черточка. Почти стабильная. Не знаю, может ее как-то поудачней положить. Тогда вот я ее приподнял получше. И появилась стабильная полосочка. Полосочкой сейчас обновлю. Что у нас показатели? Показатели у нас что-то не очень. А, вот. Ну, меняется. Все тут нестабильно. Куда бы тебя направить? В общем-то, да. Все эти же самые показатели, что и у самодельной антенны. Так что, с уверенностью могу сказать, что самодельная антенна работает в той или иной степени. Конечно, чудес ждать не стоит. И если у вас, так сказать, проблемы, то маловероятно, что они решатся такой вот антенной. То есть, все будет хорошо. Да, будет лучше, но не скажу, что сказочно. Поэтому, в общем-то, нужно собирать две таких антенны. Поскольку модем имеет два гнезда. И тогда сигнал еще больше улучшится. Вот, если я подключу две антенны. Одну такую, одну самодельную. Так, сейчас. Вот. Направлю их в нужную сторону. Ну, вот. Сразу показатель еще больше улучшился. Другое дело. С двумя антеннами уже вообще можно работать. Вот уже появилась вторая полосочка. Ну, не очень стабильно, но хотя бы хоть что-то. То есть, уже сигнал еще больше улучшился. И поэтому и даже такая схема меня не удовлетворила. Я все же разорился и купил, так сказать, фирменную антенну промышленную с боксом, в котором установлен модем. Там, в этом лопухе, можно сказать, уже есть две антенны. Они подключаются к модему. И этот модем по USB удлинителью соединен с Wi-Fi роутером. Да. И уже этот Wi-Fi роутер раздает интернет как по проводу, так и по Wi-Fi. И... Да, не скажу, что... Боже мой, какой шершень. Ты что тут забыл? Да, не надо тут мне. Брысь отсюда. Кыш. Недовольный еще такой. Не скажу, что проблема решилась идеально. Что эта антенна, она в разы прям лучше. Нет, не в разы. Я бы сказал, чуть-чуть получше, чем две самодельные антенны. Если воткнуть. Но просто чисто, так сказать, конструктивно она более удобна. Потому что модем в герметичном боксе. И саму антенну намного легче закрепить. Поэтому, да, некоторые удобства в этом есть. Ну и, конечно, уровень сигнала. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Но все же лучше. Но это чуть-чуть, оно, знаете... Когда ребенок на дистанционном образовании и выходит в зум, все-таки залипаний намного меньше. Есть еще вариант. Поставить сюда роутер, который питается по Е. И антенну поставить куда-то на мачту. И у вас будет, собственно говоря, 100 метров до Wi-Fi роутера. До источника питания по Е. Вот на... То есть то расстояние, на которое вы можете удалить антенну. То есть поставить ее на какую-то мачту. Еще выше и будет еще лучше. Может быть, может быть, когда-нибудь я так и сделаю. Но не сейчас. Вот так. Всем спасибо. До свидания.